Мы только что приобрели биткоинов на очередные 400 миллионов долларов. Продолжайте продавать, а мы продолжим покупать. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями – это бюро в составе Министерства Соединенных Штатов Америки. Сокращенно их название звучит как Финсен. Финсен уже признали XRP как валюту, Поэтому меня удивляет, что до сих пор существуют медведи, ожидающие, что комиссия по ценным бумагам и биржам США вынесет XRP окончательный приговор. Один регулятор будет говорить одно, а другой другое? Такого просто не может быть. А сама комиссия говорила не раз, если мы не будем работать с инновациями, они пройдут мимо нас, и мы безнадежно отстанем. Это слова Джая Клейтона. Ребята, вы должны следить за ними. Финсен и Министерство юстиции США уже назвали XRP валютой. Вспомните, Брайан Брукс также говорил, что осталось около 7 недель до регуляторной ясности. Очевидно, что и он, и Клейтон знают, что скоро будет. И факт того, что Брайан Брукс занимает такой высокий пост, как контролер денежного обращения, просто заставляет меня следить за ним и дальше. А теперь к теме видео. Сегодня будет особо важный момент касаемо аэрдропа Spark. Многие спрашивают, сколько он будет стоить, где и когда можно будет этот токен продать или купить. Об этом я сегодня расскажу. Я только что узнал об этом и решил с вами поделиться. А в конце видео я покажу вам обращение миллиардера насчет биткоина. Вам точно нужно его увидеть. Биткоин падал сегодня ниже 18 тысяч долларов. Ripple XRP ниже 52 центов. Если вы ждали точки входа, что ж, вы ее дождались. Но я хочу сказать честно, я не в праве указывать вам, что и когда покупать. Моя роль в сообществе заключается не в этом. Моя роль это говорить вам, что биткоин, эфириум, Ripple XRP это правильные ответы на все проблемы этой старой разваливающейся системы. Право выбирать точки входа остается за вами и вашим собственным анализом. Но сейчас на рынке такая точка входа появилась и лично я покупаю еще больше XRP и BTC по своим скромным возможностям. Я не покупал биткоин на 19 тысячах долларах. Я не покупал Ripple за 60 центов. Но сейчас я купил. Я повторял вам не раз, что остаются считанные месяцы, пока биткоин стоит меньше 19 тысяч, а Ripple стоит меньше доллара. И я до сих пор в это верю. Одна из причин, если говорить о Ripple, до сих пор остается раздача токенов Spark. Мы видели, что Coinbase поддержит Airdrop. Это добавляет событию авторитета и доверия. Все больше криптовалютных бирж также поддерживают Airdrop. Посмотрите, как институционалы действуют по отношению не только к биткоину, но и к XRP и его Airdrop. Они готовятся к нему прямо сейчас. А значит, это событие легитимно. А теперь я хочу открыть вам небольшой секрет. Что-то, что я только что узнал о раздаче Spark и что меня немного вывело из себя. Это статья перевода оригинального Forbes. Бесплатная раздача токенов Spark сопровождается налоговым счетом. Люди, которые будут держать 12 декабря 2020 года токены XRP на биржах, которые поддержат раздачу Spark, получат эти токены. Налоговая служба США рассматривает этот Airdrop как обычный доход, который должен облагаться под доходным налогом. Вот это да! Что это означает для людей, которые не являются гражданами Соединенных Штатов? Это означает, что в момент получения Spark мы можем не иметь возможности сразу же ими распоряжаться. Для граждан Соединенных Штатов этот налог будет рассчитываться в момент, когда они получат токены в свое распоряжение. При этом сумма будет считаться по курсу на момент получения ими токенов. Например, 12 декабря вы получили один токен Spark и он стоит 1 доллар. До 1 января 2021 года вы не получаете контроль над ним, а получив его обнаруживаете, что токен стоит уже 3 доллара. Налог будет вычитаться именно из этой суммы. Именно поэтому это сообщение услышать должны все, кто хочет получить токены Spark, если они не хотят иметь проблемы с налогами. Теперь вы понимаете, почему я зол. Они хотят получить как можно больше налогов, но это ладно. В конце концов мы не живем в Соединенных Штатах. Меня больше раздражает, что мы можем не получить контроль над Spark сразу же после Airdrop. Основываясь на той информации, что они получат больше налогов, если Spark будет дороже, я могу спекулировать, что до момента получения нами контроля над нашими Spark, они могут вырасти в цене. Кроме того, в этом есть еще один большой плюс. XRP и Spark, хоть и косвенно, но признаются властями легитимными. Однако, несмотря на это, я все еще думаю, что XRP и Spark это последние штрихи этой четвертой промышленной революции. Смарт-контракты на XRP станут важным способом использования этого XRP. После финансового коллапса и полного сдвига системы, люди, у которых не было криптовалюты, будут об этом очень сильно жалеть. Но только не мы. Только не мы. Крипто-индигений, как я его называю, это отличный аналитик, на которого я подписан в Твиттере. Он пишет, «Вот теперь это моя основная цель. Я думаю, мой коллега правильно расшифровал эти волны. Это всего лишь встряска, чтобы заставить вас продавать биткоины большим парням. Не поддавайтесь на это. Я не ожидаю увидеть закрытие дня ниже 17100 долларов. Но эту просадку я выкуплю». Он также запостил и анализ Ripple XRP. Его пост гласит, «Мы на верном пути. Все, что вы должны тут увидеть, это огромную возможность. Помните, диапазон 38-55 центов – это просто дар божий. Мы уже достигли 52 центов, но это все еще не моя цель. Поэтому шансы очень высоки, что мы получим возможность купить XRP за 40 центов. Опять же, это не обязано произойти. У меня нет хрустального шара или третьего глаза, но мои позиции в XRP давно заполнены по очень вкусным ценам. Я уже давно готов к большому росту. Но кто-то из вас наверняка нет. Кто-то из вас и вовсе новичок в этом криптомире и даже не знает, как вообще он устроен, какой волатильностью он может похвастаться. И такие прыжки, как сейчас, безусловно, могут вас напугать». Credible Crypto пишет, «Недавнее падение биткоина повлияло и на падение XRP. Мне кажется, мы можем увидеть новые минимумы, если быстро не восстановим ключевые уровни. Кроме этого, я надеюсь, это быстро положит конец рассказам о предспарковом пампе, которых сейчас очень много. Приготовьтесь откупить дно». А теперь, ребята, я хочу показать вам обращение инвестора, хорошо известного на традиционных рынках. Он недавно выступал на канале Yahoo Finance. Он говорит, что биткоин сейчас недооценен и недопонят ровно так же, как и интернет в начале 90-х. Также он сделал прогноз, что спустя 10-20 лет по всему миру будет множество наций, у которых будут свои собственные цифровые валюты. И именно поэтому, пока эти 10-20 лет еще впереди, мы все еще имеем возможность, которая называется биткоин. Давайте послушаем. «Можем ли мы поговорить об инфляции немного? Я знаю, вы уже написали об этом в мае, но я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вы не носитесь с флагом биткоина в любых смыслах. Но у вас есть увлекательная диссертация на эту тему. Хотелось бы услышать от вас обновления по вашим мыслям, особенно сейчас, когда биткоин торгуется по таким ценам. Что вы думаете о криптовалюте как части вашего портфеля? Я не эксперт по биткоину. Вся суть в том, что я считаю капитализацию криптовалют несправедливой. В мире, где у вас 90 триллионов долларов капитализации всяких фондовых рынков, и бог знает сколько триллионов фиатной валюты и так далее. Это не та рыночная капитализация для крипторынка, которая должна быть. Например, по сравнению с золотом, у которого 8 или 9 триллионов долларов. Биткоин напоминает мне очень сильно интернет-акции в 90-х. Потому что интернет был в зародыше, никто не знал, насколько он будет ценным в мире, который ждал нас впереди. Но в чем мы можем быть уверены сейчас, что, возможно, спустя 20 лет наши дети и внуки все не будут использовать какую-то форму криптовалюты. Криптовалюта будет использоваться каждой нацией, у всех будет своя национальная крипта, а кэш со временем исчезнет. В этом мире куда впишется биткоин? Как и другие криптовалюты, эфириум, например. Я не знаю, я не настолько умен. Но я думаю, если бы мне пришлось прогнозировать, это будет похоже на металлы. У нас будет драгоценная криптовалюта. Биткоин, например. Это первая крипта в мире, и он будет иметь уже историческую ценность среди цифровых валют. Также биткоин ограничен в предложении монет. Так что он вполне может быть драгоценной криптой. Тогда у нас будут еще и транзакционные криптовалюты наряду с цифровыми валютами центральных банков. А затем будет еще какой-то аналог промышленных металлов. Итак, драгоценный металл – это биткоин. А затем медь, платина, палладий, алюминий – это все промышленные криптовалюты. Такая аналогия, понимаете? Нет никакого способа сейчас понять, на что будут похожи следующие 10-20 лет. Если бы мне снова пришлось покупать что-то по-новой, я бы купил что-то, что уже себя зарекомендовало. Бренд-нейм. И это биткоин. Я также уверен, что, учитывая его возможности, биткоин сейчас сильно недооценен. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Мне будет очень приятно, а также это помогает каналу расти. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!